Доброго времени суток! Рассмотрим очередной коучинговый вопрос. И сегодня хотелось бы рассмотреть следующий вопрос. А что уже пробовали? Собственно, для чего этот вопрос? Для того, чтобы свериться с клиентом в том опыте, который у него есть. Мыслительном опыте или физическом опыте, когда человек уже что-то делал, что-то пробовал. То есть это фактически призыв провести ревизию тех действий мыслительных, которые были у клиента. То есть ревизия тех действий на то, чтобы провести сверку с коучем. Даже может не столько сверку, сколько поделиться с коучем то, что уже фактически есть. То есть фактически обозначить ту начальную точку и ту базу, которая есть уже у клиента. Возможно, в процессе того, как клиент расскажет о своем опыте, там возникнут какие-то истории. Вот пробовал, например, А, и выявилась там какая-то ситуация или какой-то момент, или какое-то ощущение. Пробовал Б, появилось еще что-то. И вот эти наводки, которые дает клиент, то есть возможные сценарии развития, точки старта различных сценариев развития, откуда можно эти истории раскручивать, собственно, чтобы глубже посмотреть на ситуацию клиента. Потому что может быть такая ситуация, что клиент попробовал достаточно уже многие вещи. И тогда возникает вопрос, ну, а что мы с этим будем делать? Например, да, и здесь, может быть, клиент выдаст еще какой-то сценарий. Например, тот, который ему по каким-то причинам там некомфортен, да, ну, нужно его делать. И он еще раз на него посмотрит. Точка принятия решения исключительно на стороне клиента. То есть готов ли он будет по нему идти, но, по крайней мере, он для себя его еще раз рассмотрит в качестве возможного решения. Это там не является обязательным там условием, чтобы он его принимал как бы к действию. Может быть, появится еще что-то другое на базе этого. Или какая-то модификация, которая более комфортна. Я еще раз повторю вопрос, коллеги, а что уже пробовали? Всем добра. Пока-пока.